В регионе увеличили ставку субсидий для оленеводов. Сегодня на очередном заседании администрации НАУ внесли изменения в порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающимся племенным оленеводством. Для хозяйств, чьи стада включены в государственный племенной регистр, она увеличилась на 15%. Данная субсидия выплачивается оленеводам из окружного бюджета при софинансировании федерального. Доля федеральных средств составляет при этом более 70%. Всего в текущем году на поддержку оленеводства в регионе направлено почти 54,5 млн. рублей, в том числе 38,8 млн. рублей из федерального бюджета. Согласно изменениям, внесенным в окружной порядок, ставка субсидий на одну условную голову маточного поголовья северных оленей, включенных в государственный племенной регистр, увеличилась с 2600 рублей до 3089 рублей. Общий объем средств, который будет направлен по данной выплате, составляет более 6 млн. рублей. А в племенной регистр нашего округа входит 4 хозяйства. Это СПК Путюльича, ХАРП, Ижинский оленевод и КОПХОС ЕРФ. Хозяйства должны будут в 2018 году провести определенные мероприятия, подтверждающие о том, что они являются племенными, в том числе это генетическая экспертиза. Субсидию из окружного бюджета получит и подразделение Добровольная пожарная охрана Неницкого округа. Государственная поддержка призвана привлечь граждан, проживающих в сельских населенных пунктах, к участию в профилактике и тушении пожаров на территории своих муниципальных образований. Принятие данного проекта необходимо для привлечения граждан, проживающих в сельских населенных пунктах Добровольная пожарная. Также позволит создать подразделение Добровольной пожарной охраны в 11 населенных пунктах округа, в которых в настоящее время подразделение пожарной охраны отсутствует. Принятие данного постановления в 2017 году не потребует дополнительных финансовых средств. В 2018 году на субсидии общественным объединениям нужно будет 6 миллионов 345 тысяч, и на плановый период 19-20-й – 3,5 миллиона. Также сегодня на заседании администрации округа согласовали перераспределение жилых помещений, построенных в рамках государственной окружной программы по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем. В частности, одной из квартир в новом жилом двухквартирном доме поселка Красное будет присвоен статус служебного жилья для сотрудника местной амбулатории. Параметры для расселения по верхому аварийному остались невостребованными. Поэтому с согласием муниципального образования и по заявке Департамента здравоохранения предлагается перераспределить квартиру на очередь по служебному жилью для работников амбулатории поселка Красное. Помимо рассмотрения вопросов в основной повестке дня на заседании администрации НАУ состоялось вручение знаков отличия Нинецкого округа. Это событие приурочили к празднованию Дня Конституции Российской Федерации, который ежегодно отмечается 12 декабря. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север».